Доброе утро! 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 культур на семь типов культур я это одна из возможных классификации которые существуют в культурной антропологии и мы смотрели на то как следует какие особенности следует учитывать при общении с представителем из каждой из этих типов культур и смотрели также на то в каких странах эти культуры распространены если вы помните эту вещь да судя по отзывам была информация довольно интересной а вот сегодня у нас третий вебинар в этой серии мы будем говорить о том каким же образом организовать обучение то есть посмотрите мы поговорили о содержании обучения мы поговорили о дополнительных аспектах общения которые очень нужны но как правило на них не хватает время в примерной программе и мы сегодня будем говорить о том как организовать это обучение причем мы посмотрим и на то как его можно организовать в классе на то как на уроках в школьном курсе на то как его можно организовать во внеурочной деятельности я вам предложу некоторую программу внеурочной деятельности именно для подготовки к реальному общению и как можно такое обучение организовать на индивидуальных занятиях мы будем рассматривать это на примерах курса happy english точка ру авторы клави сакуна мариан юрина кауфман и на примерах электронного учебника english for adults а также бесплатных интернет ресурсов которые тоже всегда нам могут помочь я представлюсь для тех кто со мной не знаком меня зовут алексей васильевич конобеев кандидат педагогических наук главный редактор журнала английский язык в школе и издательство титул ну что ж давайте мы с вами посмотрим теперь на реальное общение каким образом в классе можно общение такое обучение организовать что здесь важно для себя понять такое обучение конечно же если мы говорим об обучении в школе она проходит в рамках уроков она основана материалах омка поэтому здесь важно чтобы омка содержал достаточное количество материалов и теперь при необходимости мы можем добавлять бесплатные интернет-ресурсы конечно у нас нет необходимости скорее всего на каждый урок что-то искать и дополнять но я скажу где что можно найти и как можно использовать мы прямо на примеры посмотрим такое обучение поддерживать школьную программу и способствует достижению личностных мета предметных и предметных результатов в гос мы сейчас с вами посмотрим на два плана урока вернее на два урока посмотрим и я думаю что там будет весьма очевидно какие результаты в гос такие занятия помогают поддержать сразу же комментарии евгения валерьевна петрова пишет внеурочка индивидуальное обучение сейчас центре внимания многих преподавателей да это действительно очень важный момент мы когда про внеурочную деятельность будем говорить он и от организационно удобен он и финансово может быть удобен и по содержанию нам с вами может гораздо интереснее понимают таким образом работать чем например заниматься только тем что у нас есть в школьной программе правда же так что посмотрим итак давайте мы с вами проанализируем когда можно начинать готовить детей к реальному общению самого первого урока я вам сейчас покажу пример я увеличу слайд если он у кого-то не помещается на экран я его потом уменьшу вот посмотрите как начинается самый первый урок в курсе hopenglish.ru дети пришли во второй класс у них первый в жизни урок английского языка с чего этот урок начинается детей знакомят с историей наших героев которые есть в курсе особенность построения курса в том что там есть сквозная история на каждую ступень обучения со 2 по 4 класс одни герои и одни приключения с 5 по 9 другие 10 11 3 история и 3 приключения а и посмотрите пожалуйста начинается все с рубрики путешествия в королевство несмотря на то что речь идет о королевстве и это совсем не сказка и не сказочное королевство потому что речь идет о реальных реальных событиях которые могли бы произойти в стране изучаемого языка то есть наши дети глазами героев следят они вживаются в героев сопереживают и мы смотрят на то какие приключения происходят посмотрите что начинается история я для вас прочитаю ее началось все с того что они вместе с папой и мамой полетела в англию самолете аня задумчиво листал учебник по английскому языку все-таки в англии все говорят по-английски из но сама не заметила как заснула а разбудила мамин голос просыпайся добро пожаловать в королевство какой еще королевство сонно спросила они мы же в англию летели англия это только часть страны которые называются соединенные королевство великобритании и северной ирландии его состав ходят англия шотландия уэльс и северная ирландия сейчас мы подлетаем к ее столице лондону ему почти 2000 лет и посмотрите вот то что то о чем идет речь в тексте мы видим на иллюстрациях внизу поблеского река на которой стоял невидной красоты старинный дворец а рядом с ним здание похоже на огромные яйца и кубы из стекла казалось построены инопланетянами следующий просвет между облаками а не увидела к лесу обозрение такой высоты что самолет вполне мог зацепить его крыльями но и действительно когда к лондону прилетаете со стороны россии и без если самолет приземляется хитро то вы как раз самолеты и проходят над центром города получается такая авиа экскурсия вот татьяна виктор нечая уже комментирует интересное доступной подачи странно веческого материала действительно детям не начинают рассказывать им не показывает на карту не горит посмотрите мы с вами будем учить язык на котором говорят который зародился вот в этой стране посмотрите из как все состоит и так далее все идет через историю конечно через историю детям интереснее воспринимать тем более что они вроде бы своими глазами уже видят это все и затем продолжаются приключения аня семья остановилась в красочной старинной гостинице на окраине города у хозяева гостиницы марта на диана дилонов были внуки как раз айного возраста вилл хьюга и бете они предложили а не погулять с ними в парке новые они ни слова не знала по-английски и уходить от родителей побоялась то есть вот у нас завязка сюжета но посмотрите опять детям сразу объясняют зачем им нужен английский язык то есть могли бы быть новые друзья но поскольку по-английски не говорит аня то и подружиться прямо сразу и не получилось хотя могла пойти погулять и поиграть это тоже детям гораздо понятнее чем какие-то абстрактные установки на то что когда-нибудь они вырастят да вырастут им английский потребуется и так далее детям пока еще все равно когда они вырастут они пока об этом не задумываются правда а здесь посмотрите и важность языка понятным детям языком объясняю языком объясняется и кроме этой важности сразу дается установка на общение и на интерес к общению с представителями другой культуры это действительно очень важный мотив вот мария роману подчеркивает очень интересная мотивация и мария мартиросян пишет очень интересный доступно особенно самом начале обучения с года это самый первый урок а давайте посмотрим что дальше происходит дальше у нас маленький контроль понимания причем контроль уже формате multiple choice который когда-то потом будет на итоговой аттестации но он совсем не трудно пока детям дается то есть посмотреть полное название страны в которую полетела аня и даются вариант ответа англии соединенных краевства великобритании северной ирландии я сразу подчеркнул пока первый урок пока не дается три варианта ответа либо 4 с дистракторами и так далее а просто идут объяснения чтобы для того чтобы дети еще раз посмотрели на текст и нашли правильный ответ тут можно посоревноваться кто быстрее найдет то есть поговорили про эти вещи все а затем посмотрите конечно у нас карта появляется но появляется только сейчас на уроке задание номер два посмотри на карту мира и найди на ней соединенных краевства великобритании северной ирландии каким морями океанами она умывается на скольких островах она расположена то есть посмотрите историю мы почитали либо учить учитель я прочитал если дети по-русски не очень хорошо читать потому что все-таки во втором классе вы сами знаете кто-то быстрее кто-то медленней правда единственное что я поправил я предложил бы не просить детей читать вслух и этот этот рассказ на первом уроке с тем чтобы кто-то один слушает а все остальные кто-то один вернее читает а все остальные слушают потому что тот ребенок который читает вслух в этом возрасте пока механизм чтения таким образом работает что детям очень трудно одновременно читать вслух и пытаться понять о чем идет речь поэтому у того ребенка понимание к сожалению будет ускользать именно поэтому все тексты учебника начитаны на аудиоприложение еще вдобавок то есть вы можете включить аудиоприложение послушать то есть не только текст для аудирования вы можете сами прочитать этот текст попросить детей просто следить за картинками то есть послушали себя и послушали визуал и так далее а вот затем смотрите начинается подготовка к реальному общению уже кстати комментарии сразу дети с увлечением работают по тексту светлана михайловна пишет коллеги пишут еще я работаю по этому учебнику детям мне очень интересно екатерина викторна доценка пишет у моей дочери прошу прощения у не очень удобно бывает цветные шрифты читать у моей дочери мотивации к обучению языка появилась 6 лет когда стал есть нами за границу да когда ребенок понимает зачем это нужно а вот посмотрите теперь понятно что в классе у нас далеко не все дети во втором классе пока еще ездили за границу очень везет тем кто у кого большой опыт общения с людьми разных стран национальности и так далее разных культур правда же но посмотреть здесь что у нас происходит третье упражнение представь себя на месте они ты в огромном международном аэропорту вокруг тебя люди разговаривают на разных языках и вот пока еще дети ни слова не знают по-английски абсолютное большинство но может кто-то изучал считать по-английски умеет умеет сказать hello но тем не менее совсем другое дело сейчас делаем мы просим детей послушать разговоры людей и попытаться догадаться которая какая пара говорит по-английски то есть первые шаги у детей фономатический слух пока еще не развит но мы их приучаем к тому чтобы на слух определять какой язык а давайте-ка мы с вами послушаем готовы слушать но если готовы запускаю урок 1 упражнение 3 представь себя на месте ани ты в огромном международном аэропорту а вокруг тебя люди разговаривают на разных языках послушай разговоры людей попытайся догадаться какая пара говорит по-английски а я не знаю тихо но в общем-то скафе или ресторан я буду готовить к чесен-бургер и кокс но я стал вредить кокс Продолжение следует... Итак, мы вместе с детьми послушали эти тексты. Дети, скорее всего, отгадают. Правда, вот Евгений Валерьев уже комментирует, хорошее задание, естественно, построено на международной лексике. Действительно. То есть, дети пока отгадали, сказали, вот это английский. Если они не отгадали, вы им можете всегда помочь. Правда же? Но, скорее всего, догадаются, потому что у детей, на самом деле, языковой опыт большой, просто они сами об этом не подозревают. Песни на английском они слышат. В фильмах закадровый текст тоже бывает, когда переводчика, вы знаете, накладывается голос на закладу и так далее. Вот, вполне если он комментирует, практически всегда отгадывает. Действительно. Но вот теперь начинается очень важное задание. Смотрите, как оно звучит. Послушай разговор по-английски еще раз. Попытайся догадаться, о чем идет речь. Послушай разговор по-английски еще раз. Попытайся догадаться, о чем идет речь. То есть, вот такое вот задание, которое дети послушали. Как вы думаете, смогут отгадать? Международные слова помогают. Интонация. Ну, я бы не стал особо пока полагаться на интонацию во втором классе, на то, что дети ее поймут. Правда же? Вот, Татьяна Викторовна комментирует. Детям очень нравится задание на угаданные слов. Кафе, ресторан, чизбургер. Вы знаете, я как-то проводил семинар в одном регионе. Мне сказали, что вот у нас макдональдсов нету. Мы в небольшом поселке живем. Поэтому дети, может быть, чизбургер и не узнают. Но в кино-то они про это слышат. Правда? То есть, вот такое вот задание. Кафе, естественно, ключом является. Но они скажут, что о еде речь идет. Правда же? Кэлк, может быть, кто-то угадает из более продвинутых. То есть, здесь сильно зависит от опыта. Реклама по ТВ и так далее, как коллеги пишут. No problem. То же самое. Это действительно клише, которое может использоваться. То есть, посмотрите, что у нас получается. Мы самим этим заданием достигаем нескольких важных целей. Первая важная цель. Мы показываем детям, что необязательно изучать большое количество лексики. Но вы уже можете понять, о чем идет смысл. Вторая важная задача, которую мы начинаем решать с помощью этого задания. Мы настраиваем детей на анализ контекста. А контекст, это ведь, как вы правильно написали, и интонации, и международные слова. Помните, то, что в лингвистике называется cognates. Слова, которые сходно звучат на разных языках и имеют одинаковое значение. Международные слова, ситуация, где это все происходит, кафе и так далее, можно догадаться. Правда? То есть, такие вещи работают. И дело в том, что мы потом пытаемся добиться того, чтобы дети могли для себя понять, какие приемы им помогают вывести смысл и значение из контекста. Вот у нас потом вопросы. Что помогло тебе догадаться? И после этого мы стараемся сформировать положительную мотивацию еще и эстетическое восприятие языка. Опиши, как звучит английский язык. Эти слова помогут тебе. И даются разные варианты. Быстрый, плавный, медленный, напевный, резкий, красивый и звучный. А язык ведь совсем по-разному может звучать для представителей различных культур. Помните, мы на прошлом вебинаре смотрели с вами видеоролик, где именно играли на стереотипах его авторы и показывали, как разные языки звучат для восприятия. Правда же? То есть вот такие вот моменты. А Мария Мартиросян комментирует в учебнике по испанскому языку, тоже есть такие задания. Да, то, что эти задания становятся популярными, это говорит о том, что эти задания эффективны, они хорошо работают и они полезны. Но посмотрите, вот самый первый урок, что мы успели за один урок, самый первый в жизни у детей сделать? Мы их познакомили со страной изучаемого языка. Мы сказали, как туда можно добраться, про самолет, правда? Ведь не зря Аня поездом не поехала через Ла-Маншу, уж тем более не автобусом. Правда же? Мы показали важность изучения английского языка. Вот хочешь завести новых друзей? Изучай английский язык. Мы научили детей, начали обучать их точнее. Они несколько слов услышали, как по-английски звучат. Правда же? Но уже сознательно абсолютно. И мы их начали учить вычленять значения из контекста, даже когда ты не все слова знаешь. К сожалению, этого умения очень-очень многим не хватает, в том числе и на ЕГЭ. Когда начинается аудирование, дети слышат незнакомое слово и впадают в ступор. И из-за того у них возникает паника, и они потом теряют еще несколько слов с предложения, даже которые им хорошо знакомы. Именно потому, что слово незнакомое. Вот такой тренировки не хватает, к сожалению. Но это был первый урок. Только вот. А давайте мы с вами проанализируем урок, насколько он направлен на общение. Вот коллеги спрашивают, какое задание в тетради. Задание, они во многом повторяют материал урока, естественно, потому что дети пока еще ничего другого не изучали. Они во многом повторяют материал урока, но показывают немножко с другой стороны. Та же самая карта, например, может использоваться и так далее, и прочие вещи. Вот коллеги спрашивают, опоздал повторить, что это за учебник. Это учебник happyenglish.ru для второго класса. Авторы Клары Исаакова-Кауфман и Мариана Юрьевна-Кауфман. У нас примеры из школьных учебников во время вебинара все будут из этого курса. А из учебника для взрослых это будет пример из электронного учебника English for Adults. Авторы Радислава Петровича Миллера и Светлана Валентиновна Логунова. Итак, давайте мы с вами посмотрим, проанализируем урок из, например, середины курса, из шестого класса. Насколько он помогает подготовиться к реальному общению, как это занятие строится, то есть сама структура урока. И что можно еще сделать, если вы хотите еще усилить этот компонент. Хорошо? Итак, смотрим. Вот как раз Елена Закировна пишет, по шестому классу работала. Замечательно. Очень приятно то, что коллеги комментируют именно из опыта исходя. Ну, подводя итоги. С первого урока, смотрите, дети уже получают знания о стране изучаемого языка. Начинают учиться, как я говорил, вычленять значения из контекста. Начинают формировать мотивацию к общению на изучаемом языке. Три задачи, даже, пожалуй, три глобальных цели у нас. Правда же, не только задачи конкретно урока, это глобальные цели, которые до 11 класса с ними пройдут. Но посмотрите, как они интересно решаются. Итак, давайте мы с вами посмотрим на шестой класс. Как у нас организован урок? Я пару слов буквально скажу о героях, поскольку тут тоже сюжетное построение. С пятого по девятый класс мы следим за приключениями героев. Миша Инина, российского мальчика, его друга шотландца Роба Маквизарда. И у нас есть еще тайный агент Кьют, которого наняли для того, чтобы следить за Робом. А вот почему наняли, там целая история, которую узнают из учебника. Если вам будет интересно, я скажу, откуда эта история берется. Вот уже сразу комментарии пишут коллеги, я на внеурочку добавляю материалы из этого учебника в начальных классах. Да, прекрасно работают, даже если вы по другому учебнику работаете, все равно happyenglish.ru вполне можно использовать. Итак, давайте мы с вами посмотрим, например, как работает... Я еще увеличу страницу, я прошу прощения за то, что она так у вас на весь экран разъезжается. Мы ее потом уменьшим, но это нужно для того, чтобы увидеть, как строится обучение. Смотрите, урок называется... Два урока Go Down the Street. Первое у нас ввод новой лексики. Listen to the words and expressions and repeat them after the speaker. Пока только развитие слуха и произношения. Маленькая речевая разминочка. Потом у нас появляется рубрика When in Robe. Эта рубрика учит этикетным особенностям. И вот здесь как раз говорится, например, если вы хотите задать вопрос незнакомому человеку на улице, будет невежливо, если вы обратитесь к ему с прямым вопросом Where is the bank? Где банк? В английском языке в такой ситуации правильно будет начать вопрос со слов Excuse me, could you tell me? И затем идет речь при прямой порядок слов. Поговорю о том, как вежливо. И отрабатываем этикетные особенности. Make your questions polite. Start with Excuse me, can you tell me? Excuse me, do you know? И так далее. Потренировались с вопросами, сделали это в парах для того, чтобы сэкономить время. А потом у нас идет речь про этого тайного агента. Он у нас в предыдущих уроках потерял память. Но он помнит о том, что его послали в Россию с какой-то миссией. Поэтому у нас развивается ситуация. Now Qt remembers his mission to Russia, but he doesn't remember his hometown in England. Listen to the dialogue. Мы не будем с вами сегодня диалог слушать, потому что мы уже смотрели на некоторые примеры. And answer the question. What is Qt looking for? То есть первое задание. Listening for specific information. Конкретно, что он ищет. Потом у нас идет диалог в комиксах. То есть мы послушали, потом мы его прочитали. А что у нас происходит дальше? Рубрика For your information. Добавляется информация страноведческая. И затем пошла отработка в парах. Ask. Задание тут A и B. Да, диалоги. A. Ask B directions for. Учимся спрашивать, как дойти куда-то. Затем поиграем. После того, как водящий выйдет из класса, спрячьте в классе какой-нибудь предмет. Вернувшись, водящий должен найти спрятанный предмет, руководствуясь с указанием одного из вас. Например, мы говорим, даем задание, инструкции, и ребенок выполняет. И так можем делать несколько раз, столько, сколько вам потребуется. После этого. Q is talking to the doctor. The doctor wants to help him remember his hometown. So he asks Q questions. Listen to the dialogue. Look at the map. Antique Q's correct answers. Только правильные ответы надо. Не все ответы, а только правильные. Затем, listen to the dialogue again and correct Q's mistakes. И это два задания на первое, listening for specific information. А второе, не просто specific information, там уже listening for detail. Но посмотрите, как мы постепенно подходим к этому уровню аудирования. Сначала было простое задание в предыдущем, задание на аудирование. И здесь мы разбили на две части. То есть вот такой вот урок. И посмотрите, что в конце урока получается. В конце урока дети уже знают, как вежливо задавать вопросы. Я уменьшаю слайд. Дети знают, как вежливо задавать вопросы. Дети понимают простые команды. Самые простые пока еще. Куда пойти, повернуть налево, направо и так далее. И они их выполняют, потому что они это отработали в игре. И вот Елена Закировна пишет, детям понравилась эта игра, просили на следующем уроке поиграть. Вот и Евгений Валерьевна пишет. Мои играли каждый урок, пока изучали тему. То есть посмотреть, насколько детям нравится. А что получать? Мы моделируем реальные ситуации общения. Потому что на улице постоянно такое приходится, даже на родном языке. Правда, что уж говорить про иностранный. У меня несколько раз бывали ситуации, когда меня в Лондоне спрашивали, как куда-то пройти. И мне всегда приходилось признаваться, говорить, sorry, I'm strange here myself. Ну, иногда я знал, как куда-то пойти, поэтому объяснял дорогу. Так что тоже такие ситуации бывают. И вот смотрите, Татьяна Викторовна комментирует. Благодаря таким упражнениям дети учатся строить реальные диалоги. Но, например, кто-то может захотеть добавить какую-то информацию или какие-то тренировочные упражнения. Например, вы хотите дополнить не только то, что есть для домашней работы, а, предположим, у вас класс такой, которому это пойдет хорошо. Либо у вас есть дополнительный час в неделю или какие-то еще внутренние резервы, бывает, находятся. Что можно сделать? В интернете есть много ресурсов. Но кроме интернета можно взять упражнения из обучающей компьютерной программы КУМК. Там тоже есть упражнения на нахождение дороги и так далее. И можно потренироваться. Я вчера буквально 10 минут поискал дополнительные ресурсы в интернете, бесплатные, пожалуйста. Вот, например, интерактивная игра «Аудирование и отработка предлогов». Если вы по этой ссылке пройдете, вы потом скачаете, когда презентацию, можете воспользоваться этим делом. Перед вами появится игра, где будет изображение города, маленькая фраза звучать, и нужно только выбрать правильное начало этой фразы. Например, «turn left», «turn right» и так далее. То есть ровно то, что мы на уроке отрабатывали. Есть видеоупражнения, где как раз мы смотрим, как можно «give and ask for directions» и так далее. И есть упражнения на аудирование. То есть посмотрите, если вам по какой-либо причине нужны дополнительные материалы, если вы хотите увеличить этот урок, вы легко найдете эти материалы в сети. Но самое главное, что воспользуйтесь пока тем, что есть УМК. Это учебник, это задание в обучающей компьютерной программе и так далее. Вот как пишут коллеги, игра привлекает даже слабых учащих, всем нравится. То есть посмотрите, и мотивация, и весь урок очень-очень четко ориентирован на практику. Вот в этом, кстати, особенность курса. Там всегда идет мощная практическая ориентация. Даже если у вас уроки посвящены грамматическому материалу, все равно примеры даются такие, которые можно использовать в жизни. Если вам, кстати, нужны еще ссылки, и вы об этом не знали, то на сайте englishteachers.ru есть поурочные каталоги бесплатных онлайн-ресурсов к каждому учебнику, который издательство «Титул» выпускает. И это курсы и happyenglish.ru, и enjoyenglish, и курс мире new millennium english. И даже дополнительные пособия, например, Санкт-Петербург, Москва и так далее. То есть вы заходите на форум, там есть раздел, посвященный учебникам, и есть бесплатные интернет-ресурсы. И вот в этих самых ресурсах прямо поурочно даются ссылки. На каждый урок вам не надо искать самим, для вас уже материалы сделаны. Например, вы говорите с детьми о тауре, и у вас экскурсия, и у вас ссылка на виртуальный тур по тауру, можете показать. Говорить про Букингемский дворец, можете с детьми зайти внутрь этого дворца, посмотреть изнутри, как это выглядит, есть видеоресурсы и так далее. То есть огромное количество таких материалов, которые можно использовать. Но это действительно, ведь каждый учитель все равно, один год вы поработали по учебнику, второй год по нему работаете, уже хотите чем-то разбавить, когда у вас знакомство прошло. Не потому, что учебник недостаточно, учебник более чем достаточен. У нас на прошлом вебинаре, например, одна коллега писала, что для некоторых ее учеников материалов даже многовато бывает. Но здесь как раз вы сами выбираете, что использовать, но бывают ученики разные. У кого-то один жизненный опыт, у кого-то другой, разные способности и так далее. Поэтому все время и дополняем, и прочее. Но тем не менее, если вы работаете с этим учебником, у вас все материалы уже есть. И в учебнике, и в рабочей тетради, и в обучающей компьютерной программе. И даже дополнительные ресурсы уже для вас собраны, подобраны. Вы можете строить курс так, как вам угодно. И вот эти вот вещи помогают. Вот кто-то пишет, очень жаль, что в школе нет интернета, нельзя это использовать. Если интернета нет, хотя вы, кстати, знаете, вы можете поговорить с администрацией. На самом деле, по проекту образования школу подключали к интернету все, но после того, как их подключили, задача оплачивать интернет перешла, легла на плечи школы. И школы не всегда хотят это делать. Но обратите внимание, пожалуйста, по ВГОСу, в группе требований к материально-техническому обеспечению образовательного процесса четко говорится, что учитель имеет право на доступ к базам данных, в том числе системы интернет. То есть там четко говорится, школа обязана предоставить учителю выход в интернет. Поэтому можно взять стандарт, показать пальцем на это требование и пойти к руководителям и сказать, уважаемые господа, вы же хотите, чтобы мы выполняли требование ВГОС? Давайте мы и вот это требование выполним для того, чтобы у нас все это работало. Вот, например, кто-то пишет, у нас есть интернет и так далее, а кто-то даже своим интернетом пользуется через сотовый модем, очевидно, или каким-то еще способом. Вот Евгений Валерьевн пишет, избыточность материала лишней не бывает. Я, кстати, тоже так считаю. Помните, у нас ведь даже в примерной программе есть два уровня того, что дети освоят. Есть обязательно минимальный уровень, дети научатся. И плюс у нас есть второй уровень, дети получат возможность научиться. То есть возможность мы им даем, а как они им воспользуются, этой возможностью, уже зависит от их интересов, способностей и так далее. Но это действительно та самая вещь, лучше больше, чем меньше. Правда? Пойдемте дальше. Как же можно построить, вернее, как же в курсе строиться? За счет чего происходит подготовка к реальному общению? Во-первых, как я уже говорил, у занятий, у уроков постоянная практическая ориентация. Даже в самых сказочных моментах и сюжетах мы все равно с вами говорим о том, как найти дорогу, как купить билет, так далее. Я сейчас покажу эти моменты. Наиболее частотные реальные ситуации общения моделируются. при избыточности материала ориентация именно на то, что реально требуется в жизни. Это тоже очень важно, потому что много о чем можно говорить. Прошлый вебинар у нас, многие мне потом писали, говорили, вебинары интересные, но я вам честно скажу, многое из того, что говорили, полезно для учителя, но в школе далеко не все можно использовать, просто потому, что времени не хватит, да и не так много мы с детьми сейчас готовы путешествовать. Правда? Регулярный возврат к ранее изученным темам происходит и их развитие. Например, а что происходит, как темы развиваются? Давайте покажу примеры. Итак, наберем, например, тему поездка в страну изучаемого языка. Эта тема глобальная, она из многих подтем состоит, поэтому я выбрал какие-то моменты отдельные, на самом деле, в учебниках больше. Во втором классе дети получают, как вы уже видели, начальные знания о стране изучаемого языка, они узнают о путешествиях по Лондону с друзьями, сюжет сам заставляет, они получают некоторые знания о типичных блюдах, о транспорте в Лондоне, такси и так далее. То есть, учатся пока. В третьем классе уже начинаются активные путешествия по Лондону, у нас там дети для того, чтобы найти сглую фею Моргану, они у нас и в Тауэр отправляются, и в лондонский зоопарк, и во многие другие места, и в музей Мадам Тюсо, и так далее, и так далее. В четвертом классе дети получают уже представление о путешествиях по всему миру. Они споставляют положительные особенности родной страны и стран изучаемого языка, чтобы, во-первых, с одной стороны доброжелательность в общении, была с другой стороны интерес и понимание того, что нам тоже есть чем гордиться. Правда? Пятый класс. Знакомство с авиаперелетами, основные термины, которые используются для авиаперелетов, для билетов и так далее, и то, что у нас происходит в аэропорту. Светлана Михайловна комментирует, мои пятиклашки после темы в аэропорт владели информацией больше, чем их родители. Верно. Вот я сейчас как раз об этом тоже буду говорить. Замечательно, что то, что я говорю теоретически, ваш практический опыт подтверждает. Правда же? Шестой класс. Дети учатся, как спросить дорогу. Мы с вами видели эти примеры. Там в течение всего раздела идет эта тема. Путешествовать по стране на автобусе, покупать билеты и так далее. Я только часть даю из того, что есть в каждом году. Седьмой класс. Заполнение анкеты, получение визы. И дети понимают, что надо для того, чтобы получить визу. Выбор способа путешествия, как попасть в Англию, что можно туда не только самолетом долететь, но и поездом, и автобусом, но что для этого придется сделать. Учимся покупать билеты, и так далее. Опять же, очень практически все. Восьмой класс. У нас снова идут путешествия по стране. И мы учимся получать информацию. Я напомню, мы сейчас говорим только о теме путешествия. Мы не затрагиваем другие темы. Мы не весь год учимся путешествовать по стране. Это то, что красной нитью проходит. Девятый класс. Путешествия, но теперь уже на другой континент, в США. Учимся находить дорогу в незнакомом городе в США. Там совершенно другие вещи. Об этом посмотрите, если кому-то интересна презентация с первого вебинара из этой серии, июльского, либо видеозапись, мы об этом говорили. Учимся путешествовать по разным штатам. Знакомимся с достопримечательностями в США. Учимся заказывать еду в кафе и в ресторанах в США. А до этого мы говорили про еду и в начальных классах, и в средней школе, и так далее. В 10-м классе у нас новые герои и новый сюжет, и мы еще раз повторяем. Путешествия в другую страну, но прямо с каких путей, уже на высоком уровне сложности, которые доступны к десятиклассникам. Покупка авиабилета, регистрация на рейс, что надо делать в аэропорту, что означают разные знаки, как сдать багаж, как получить багаж, когда прилетели, что произойдет, когда вы прибываете в другую страну, как можно ехать по стране, как организовать туристическую поездку внутри страны. Правила безопасности и так далее. У нас появляются А и 11-й класс, поездка за границу для учебы, уже а не просто туристам, условия и особенности проживания в этой стране, аренда жилья, юридические тонкости, которые бывают и которые больше детям неоткуда узнать, покупки на фермерских рынках, как, например, купить продукты, про магазины мы раньше говорили, кухня в других классах, кухня народов мира, питание в кафе и ресторанах в Англии, защита своих прав в глобальном мире и так далее, и так далее, и так далее. Комментарий от Цветлана Нисьмана, я зачитаю, который год наблюдаю одну и ту же картину. Ученики норовят сюжетные истории читать, забегая вперед, независимо от того, на каком уроке они в школе. Да, вы знаете, я вам честно скажу, не знаю ни одного другого учебника, в который дети вперед забегали бы читать. я один только учебник сам в своем опыте такого рода видел, это учебник Эккерсли, Essential English, но он, к сожалению, не для детей совсем, правда же? То есть, вот такие вот моменты. Кто-то спрашивает, с электронным учебником English for the знакомиться будем? будем. У нас же эти темы есть. Пойдемте дальше. И вот хороший совет от Евгении Валерины. На некоторых сайтах работают онлайн-камеры, можно попасть прямо внутрь Таджимаха, например, и так далее. Да, есть онлайн-камеры в Лондоне, поэтому говорите про Лондон, пожалуйста, можно показать вид на Westminster Bridge, можно показать вид на Oxford Street в реальном режиме и так далее. То есть, все эти вещи. Владислав Николаевна Боровкова пишет, для меня, как учитель-самоучки, маловато шаблонов, которым можно пользоваться в различных ситуациях, которые предлагает учебник. Вы знаете, учебник построен как раз на материалах, дает довольно шаблонные фразы, многие, на каждую ситуацию шаблон все равно не придумать, потом, к сожалению, только на шаблонах невозможно выстроить. Ну вот, например, рубрика Conversation Bricks, которая нам помогает, рубрика Friends и так далее. Это то, чем можно воспользоваться детям, когда они учат и знакомые слова учатся находить, и конкретные обиходные выражения и так далее. То есть, всем этим можно пользоваться. Пойдемте дальше. Что у нас получается? Ну, про результаты мы с вами уже поговорили. Итак, как можно организовать внеурочную деятельность? Вот посмотрите, сколько мы идей уже друг с другом поделились, что можно использовать. Вот все эти идеи можно использовать, кстати, и для внеурочной деятельности тоже. И уже у нас сегодня писали о том, что во внеурочной деятельности тоже можно использовать учебник helpenglish.ru несколько организационных моментов. Давайте посмотрим на стандарты. Внеурочная деятельность что стоит помнить? Если вам говорят, что вам придется внеурочную деятельность организовывать, то смотрим вот на что. Во-первых, она организуется по направлениям развития личности, которая перечислена в стандартах образовательных. Это спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социально-обще-интеллектуальное, общекультурное. Формы внеурочной деятельности могут быть любые, за исключением формы урока. И это очень важный момент. То есть, внеурочная деятельность это не факультатив, это не дополнительный урок в неделю. Это другая форма работы. Это могут быть экскурсии, кружки, секции, круглые столы, конференции, диспуты, школьное научное общество, олимпиады, соревнования, поисковые научные исследования, общественно полезные практики и так далее. И посмотрите, только в начальной школе на каждого ученика на первые 4 года обучения отводится до 1350 часов внеурочной деятельности. Кто-то спрашивает, как найти такие сайты с камерами? Это про онлайн камеры. У нас есть тема на englishteachers.ru, там есть ссылки на эти камеры. Зайдите на форум, введите в поисковую строчку запрос онлайн камеры и увидите, там очень много таких вещей, которые можно найти. Готовые уже. И обратите внимание, пожалуйста, внеурочная деятельность может не только в школе происходить, но и, например, на каникулах она тоже может проходить в лагерях дневного пребывания и так далее, в летних школах. И могут быть дополнительные учреждения дополнительного образования детей. Поэтому, если, например, вы в школе не работаете, но вы хотели бы предложить свои услуги, предлагайте их как услуги по внеурочной деятельности. Все равно школа оплачивает такие вещи. И, как я уже говорил, форма организации образовательного процесса, чередование урочной и внеурочной деятельности в рамках реализации основной образовательной программы определяет само образовательное учреждение. То есть, это учреждение решает, в какой форме будет внеурочная деятельность, сколько часов на нее она отведет и так далее. Но, что здесь важно запомнить? Если мы предложим хорошо придуманную, продуманную программу внеурочной деятельности, то, скорее всего, образовательное учреждение за нее уцепится. А вот, давайте мы теперь с вами посмотрим на такую программу. Что можно было бы делать? Вот, работая с курсом happyenglish.ru можно внеурочную деятельность как один из вариантов организовать в виде клуба путешественников. Назовем его, например, Royal Travel Club. Уже сегодня говорили о том, что ученики лучше знают ориентироваться в аэропорту, чем их родители. Пятиклассники лучше знают благодаря этому учебнику. И действительно, на заседаниях такого клуба можно еще усилить этот момент. На заседаниях такого клуба школьники смогут знакомиться с особенностями и достопримечательств разных стран. Учиться вести себя в соответствии с этикетом культуры и обычаями этих стран. Научиться помогать родителям в турпоездках, ориентироваться в аэропортах, на пограничном контроле и так далее. И сама работа этого клуба заседаний могут заключаться и в мини-презентациях, и в просмотре видео, и в постановке мини-сценок, соответствующей тематике разделов учебников. Я предлагаю некую программу для второго класса. Давайте мы на нее коротко посмотрим. И пока будем смотреть на нее. Вот, кстати, Галина Старун пишет, у нас английский, второй иностранный. Два часа можно ли использовать этот учебник? Я думаю, что вполне можно за счет того, что там объяснения материала теоретического, грамматического идут на русском языке, очень понятные. поэтому детям не будет трудно это все понять. Постоянно проводится сопоставление с русским языком, то есть им будет понятнее это делать. Много очень упражнений, готовых уже в рабочей тетради, куда только нужно вписать какие-то вещи, то есть снимает лишние, снимает трудности, которые могли бы вызвать затруднения при обучении английскому языку ко второму иностранному языку. А вот как раз Елена Закирина пишет, огромное спасибо, я в этом году организую такой клуб на внеурочке. Ну, замечательно, значит, мои идеи пригодятся. Итак, второй класс. Смотрим, какие могут быть заседания. Я набросал свою программу, по которой я бы, например, вел бы. Естественно, ее можно как-то модифицировать прочь, я вам только уроки предлагаю. Итак, первое заседание. Назовем вам «Мы едем в Англию. Информация о Великобритании». Мы в учебнике видели, как подается, мы можем вполне информации добавить больше. Картинки, видео и так далее. Заседание несколько подряд, со второго по четвертое я написал «Достопримечательности Лондона». Опять же, посмотрели видео, фотографии, что нравится, что интересно и коротко-коротко рассказали о них. Мы еще к ним вернемся. Заседание номер пять. Как добраться до Англии? Способы путешествия, чтобы дети понимали, что можно и самолетом лететь, и на поезде, и так далее, но с чем спряжено, с какими трудностями. Заседание номер шесть. Где можно остановиться в Лондоне? Что бывает и «Bed and Breakfast», бывает «Hotel», бывает «Hostel» и так далее, чтобы тоже эти вещи понимали. Правда же? Мы не детально знакомимся. Это только второй класс. Мы только рассказываем детям истории, показываем фотографии, картинки, берем из бесплатных интернет-ресурсов и информацию из учебника. Заседание номер семь. Новые друзья. Учимся представляться по-английски. Даже если у вас дети на универочной деятельности пришли из другой группы, которые другой язык учат, мы вполне можем их научить поговорить о простых вещах. Заседание номер восемь. Английский завтрак. Что в него входит, как называются компоненты по-английски, то есть «Bacon», «Eggs», «Beans» и так далее. Такие вещи. Несколько новых слов. Заседание номер девять. Покупаем билеты на экскурсию. Но здесь о чем мы говорим? Учимся находить на билете информацию. Например, «Child» или «Adult». Сколько стоит и когда он действует, чтобы можно было пальцем показать. Правда? Вот сразу Юлия Барсукова пишет, «Родители просто в восторге от того, что в учебнике есть объяснение на русском языке. Удивлены только тем, что он не входит в наш любимый список. Мы про список мы сейчас поговорим с вами еще. И так далее. Давайте, коллеги, сделаем так. У меня целых два слайда, на котором расписаны мои предложения по заседаниям. Я не буду все, пожалуй, читать. Посмотрите глазами. Я думаю, что если вам это покажется логичным, вы можете эти идеи использовать. Правда же? То есть, посмотрите. Самое главное — не перегружать детей информацией. Это действительно клуб путешественников. Помните передача такая была? Это действительно клуб путешественников. Показали, как выглядит, заинтересовали, выучили два-три слова на занятия новых и хватит. Это внеурочная деятельность. Это не урок, еще раз подчеркну, и не должно быть уроком. Это должно быть интересным и помогать детям развиваться. А развитие идет и в плане личностных результатов, и метапредметных. А не только предметных. Правда же? И бесплатные видеоролики есть, которые можно использовать, и прочее. И ролевые игры, например, покупаем билеты на экскурсию. И поездка в метро. Но опять, что такое поездка в метро? Читаем название станции. Это вроде бы правило чтения, но довольно интересная вещь, потому что вот она схема метро, ее можно и распечатать, и на экран вывести, если у вас проектор есть и так далее. Поработали поездка в метро, где находится. Например, название достопримечательностей, на каких станциях метро находится, то есть как лучше всего добраться. То есть, скажем, Букигемский дворец — это Green Park, да? Тауэр — это Tower Hill и так далее, из того, что нам может пригодиться. А если хотим в Гринвич поехать, то не обязательно ехать на поезде с Пэрингтон, с вокзала, а можно доехать до Кэмдонтаун, на метро, и там уже недалеко совсем на автобусе добраться. И прочие вещи. И продолжение. Время ланча. Что такое английская еда вообще? Не только завтрак, да? Где найти ланч, где можно поесть в Англии, что в пабе может быть... Что такое паб-фуд? Что такое ба-фуд? Чтобы, если дети с родителями поедут, дети уже родителям сказали, вот туда не ходи, сюда пойдем. Мои любимые блюда и как они соотносятся с английской кухней, как заказать еду, мы идем в кафе, ролевая игра. Опять довольно простые вещи, но посмотрите, сразу несколько занятий, которые помогут научиться этому. Стараемся быть вежливыми. Правила поведения, в том числе и body language, и дистанция, а не только этикетное общение. Вежливый турист, ролевая игра. Экскурсия на автобусе. Информация туристических автобусов. Субтитры создавал DimaTorzok 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 И Саратовская область И Новочеркас К Ростовской области Архангельск Замечательно Я в Архангельске два раза по-моему семинары проводил Электросталь Московская область Светлана Нисина Ткаченко Один из самых уважаемых опытных учителей Которые участвуют в форуме EnglishTeachers.ru Воронеж Междуреченск Замечательно Вот уже видите Кто-то пишет Не слышу Помогите пожалуйста Антамансийский автономный округ Старая Купавна Московская область Тверская область Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Старая Купавна Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Подготовка детей и взрослых К реальному общению на английском языке Но это уже третий вебинар в серии На первом вебинаре мы говорили о том Каким должно быть содержание обучения Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует... 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 Продолжение следует...